На этой платформе уже сейчас размещено, и какие наши главы. Чтобы находиться с ресурсом, достаточно иметь по-другому мобильный телефон, так как система, помимо полного экранного режима, имеет мобильную версию. Структура выполнена в интуитивно понятном стиле для пользователей. Перейдем к разделу. В первую очередь ресурс решает проблему оперативного информирования горожан о текущих и планирующих изменениях по вопросам логоустройства. Раздел «Преддельного устройства». Здесь будут представлены все проекты, которые мы имеем сейчас в городе к логоустройству. Здесь по каждому из них у Астраканцев есть возможность выразить свои мнения, поставить комментарии и принять участие в голосовании за объект. Безусловно, значимые предложения будут внесены при формировании конечного цепь проекта и учтены специалистами. В новостном блоке будут размещены только те новости, которые имеют непосредственное отношение к логоустройству и формированию городской следы. Это позволит пользователю не упустить нужную и полезную информацию. И здесь мы будем размещать материалы не только профильных ведомств, а также будем делиться властями общественников. В конце этого доклада я вам дам контактный адрес на уголовное направление предложения информации. Еще один раздел – это общественные инициативы. И сразу же отмечу, что раздел не предусматривает простой сбор идей и предложений. Это полноценная форма для презентации своего объекта с расчетами и итогами реализации, механизм создания и разведения, а также социальной значимости. Личными инициативами люди могут делиться в социальных сетях, привлекая единомышленников, принять участие в обсуждении проекта. Данное предложение также будет доступно для голосования многим пользователям. Объекты, получившие наибольшее количество голосов, могут быть внесены на публичное искушение и для дальнейшей реализации. Безусловно, поддержание данного ресурса – это совместное действие местных структур. Я прошу обратить внимание на экран. Которые будут осуществлять функции координирования, технического обеспечения и информационного наполнения. Данное самодействие позволит профессиональному сообществу учить наведения граждан для принятия конечного решения упростить в процессе разработки новых проектов в связи с созданием базы объектов и также сформировать единый совместный план круглого устройства нашего города. И поскольку данный ресурс выходит на этапе запуска, ваши идеи могут стать хорошей поддержкой. Поскольку я знаю, сегодня в нашем зале есть представители общественности, которые неравнодушны, мы готовы, команда разработчиков готова играть в новые предложения. До 15-го дня их можно направить в электронный адрес. А сейчас на экране вы видите ссылку на сам ресурс, как я вам начали сказала, его намеренно открыли для того, чтобы можно было ознакомиться. По входу можно также оперативно зайти, ознакомиться. и здесь адрес электронной почты, ниже, который вы видите, в котором можно направлять предложения для усовершенствования цифровой платформы. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok